Это уже что-то серьезное. Сидят генералы, полковники, задают политические вопросы. Ну и в конце ставится вопрос, вы готовы выполнять интернациональный долг? Как раз с 1 апреля там начались интенсивные боевые действия. Сказали, надо пройти комиссию для поездки в страну с жарким влажным климатом. Я был переведен во Владимир. Там образовались центральные офицерские курсы войск ПВО страны. Я там начал работать преподавателем, уже будучи майором. И вот с этой организации я был командирован для исполнения интернационального долга в Вьетнам. Ну, заводят по одному, вызывали, заходим в зал, сидят генералы, полковники, задают политические вопросы. Ну и в конце ставится вопрос, вы готовы выполнять интернациональный долг? Так точно, товарищ генерал. Все, вы в войне. Уже прибавший входой, расселили нас в гостиницу Кимелиен, а потом уже отправили в дивизион Северного Вьетнама. Я закончил наше Полтавское зенитно-ракетное училище в Полтаве. По выпуску получил звание лейтенанта и, соответственно, попал по направлению в Прабалтийский войсковый округ. Дозвонились на полигон, отозвали, сказали, что я должен вернуться в город Калининград, срочно вызывайте. Первое дело, мы сказали, что сразу коснулось, что это уже что-то серьезное. Но когда я приехал, стало известно, война во Вьетнаме была секретная, конечно, и открытого никто не говорил. Поэтому сказали, надо пройти комиссию для страны, для поездки в страну с жарким, влажным климатом. Ну а где? Это сто процентов в Вьетнаме. В Вьетнаме меня направили в спецкомандировку, и туда она называлась правительственная командировка. Как раз с 1 апреля там начались интенсивные боевые действия. Утром у нас в 9 часов в Шереметьево, в обычный гражданский самолет Москва-Ханой. Вперше мы встретились с группой. Группа была невинничка. Восемь человек. У нас была группа. В начале 4 офицера и 4 солдаты строковой службы, как бы сказали. Все из Украины. Мы ехали через город первым. Это российский великий город. Мы написали листы, что значит, ездят в командировку, значит, так и так. Все. Может, и написали, что за кордон. Знаем, что за кордон, а куда неведомо. И вы знаете, после службы все. Даже во время службы, когда мы уже приехали назад в Российский Союз, то никто из родителей не получал. Значит, было от штаба, будем говорить, армии ПО, надислены были письма батькам, что, пожалуйста, не посылайте посылки, не пишите письма, потому что у вас сын находится в командировке. Вот. И туда, значит, ну, видимости не доходит. Группа у нас и назначение была серьезная. Задачи стояли большие, поэтому встретил нас в аэропорту большой начальник. Сам командующий ПО из Вьетнама, старший полковник Глеван Чи. Встретил нас автобус, переводчик ваш лейтенант вьетнамский, в сель и начали объезжать, выезжать вокруг аэропорта. И вдруг я же сижу впереди, смотрю, переводчик с водителем, что-то там на вьетнамском Глеван Чи общается, все, я думаю, что тут такое. Но мы же, во-первых, впечатление вам, что вы попал в такие климатистские условия. Все же рассматриваем, такое же не видели это. И вдруг они останавливают автобус под пальму и говорят, Данти, Данти – это по-вьетнамски товарищ, выходи. Все, значит, и выводят. А что такое территория Вьетнама? Это вот разбито на такие участки маленькие, рисовые поля все. А рисовые поля все заполнены по колено воды. И такое течут реки, и все. И туда нас отводят, и все стараются аж типа в этот окопчик варик засунуть. И вдруг только как слышим взрыв, такой бух, как у нас, мы знаем, что такое. Один, второй, но и сами подкашивается в это. Смотрю два «Фантома». Не сбили их, они ушли. То есть видите, вот, пожалуйста, авиация прямо сам ханой налетела и нанесла. Бума ушла. То есть фактически мы попали через, буквально, ну где-то минут через 15 по приезду, противник нас обкатал, да, чтобы он увидел все. Сели мы в автобус, уже никто так не смотрел на эту природу. Вот вы говорите, понятно все, уже шуточки прекратились, поняли, что приехали на серьезное мероприятие. Это не прогулка. Значит, наши цели были, в первую очередь, это сбивать летоты и спостерегать за речкой, это червона речка, против которой через ханой сам мост был. И следовать, чтобы этот мост не разбомбили. Происходила уже ожесточенная воздушная война. Противодействовать ей могла противовоздушная оборона. А активные средства, огневые средства противовоздушной обороны, это что? Ракетные войска, зенитные войска, авиация, они могут выполнять свои функции только при наличии радиотехнических войск. Радиотехнические войска, войска, это в основном радиолокационные станции всех видов. Меня отправляли инженером в отдел ЗРВ, зенитно-ракетных войск. В Москве мне объявили, говорю, ну я ж этой техники не знаю, я с ней не работал. На это время я изучу, знаний у меня достаточно, чтобы я с ней разобрался. Это вызывают преподавателя. Мне нарезали пять дисциплин технических. Моими слушателями оказались преподаватели училища, то есть как бы было повышение квалификации. У меня обязательства, как были в Союзе, что я должен был обеспечивать электроэнергию. Дизелями руковал. Запустить, ввести в параллель два дизеля. Это кабина, специальная кабина такая, а в кабине стояли электростанции, какие они тогда, ну я вам сказать, эти двигатели были на кораблях. Был я назначен старшим небольшой группой наших военных специалистов, перед которыми стояла важная и очень трудная задача. Это создать радиотехническое училище и организовать в нем рабочий процесс, обучаемый процесс. Учение проходило в два этапа. Первый этап – это, безусловно, мы готовили боевое подразделение и с расчетами, и готовили непосредственно эту боевую машину. А вторая – мы обучали офицеров бригады зенитной. Почему? Ведь там говорят, вы обучите нас, офицера, а мы обучим потом своих солдат. В первые часы войны они летели, как говорят, по-наглому. Три, там, або пять, або шесть, и они вот так летят. Ну, ПВО наше начало избивать, они уже начали летать уже меньшим количеством и уже берегтись. И так за этот час третий час авиации было сбито. Американцы начали искать способы, что делать. Так они летали на больших высотах, и они опустились до предельно малых высот, начиная от 50 метров, ну, там, до 100 метров. И наносили удары, значит, полеты с огибанием рельефа местности. Что это им давало? Радиационные станции не могли видеть их. Ракета, тем более, она не могла уничтожить. Вьетнамское правительство попросило дать ей какое-то оружие, как-то, чтобы их выгнать, опять поднять вверх. Вот как раз наша техника, на которой, да, помощь для вьетнамцев новая, сформировать зенитный дивизион с этой техникой. Это не секрет, это на счастье. И у нас сбивает шахеды все это. Полтавское училище готовено. Называется зенитно-самоходная установка ЗСУ-23-4 «Шимка». Четырехствольная такая вот. Скорострель на 6000 в минуту производит. Обнаруживает цели до 20 км. Уничтожает цели на высоте от 0 до 1,5 км и 2,5 км. Это вполне подходило. Сноп огня в это и так далее. Стоянная задача в кратчайшие сроки обучить этот дивизион и начать уничтожать, выгонять противника снизу, туда опять вверх. Вот мы анализировали действия американской авиации. И на следующее утро ехал главный штаб Вьетнамской народной армии. Главный штаб ПВО. И там читал офицерам штаба анализы, какую тактику противник избрал и как им строить защиту. Мне поручили разработать защиту от Шрайка. Ну, Шрайк, чтобы вы себе представляли, это ракета «Воздух-Земля». Это труба диаметром где-то 20 сантиметров и длиной метр двадцать примерно, чуть больше метра. Ее применяли по... Она наводилась сама после пуска в самолет, наводилась на объект, излучающий радиосигнал и подрывала. По мере, значит, накопления информации я защиту разрабатывал, рассчитывал. И потом, когда применили, то в Москву дали еще меньше результата. Значит, число потерь сократилось примерно в пятьдесят раз. На декабрь месяц было сбито четыре тысячи американских самолетов. Если взять хотя бы два летчика, то это порядка восьми тысяч сбитых летчиков. А они не все погибали. Срабатывали катапульты, обязательно один-два оставались живы. Безусловно, их брали в плен. И начали жены и мамы выступать против войны. И президент Никсону, и все. Я вот это жду, когда у российского народа это вот прозреет, чтоб они поняли, что выходите, прекращайте войну. Вот тогда будет. А в них это было все. Было очень сложно. Значит, во-первых, группа наша была неплохая. Она состояла и тоже из офицеров, которые прибыли из радиотехнических училищ Союза. Были и офицеры просто из войск, но нас было мало. Нас было там восемь, ну максимум десять человек было. Второе. Техники тоже было очень мало, на которые надо было вести обучение. Третье. Подготовка личного состава вьетнамцев, к сожалению, была тоже очень низкая. Чтобы научиться работать на такой сложной в то время, для них и в то время и для нас, это была непростая радиолокационная аппаратура. Приходит группа моя. Они не подготовлены к занятиям. Я говорю, как же так все? А мы, говорит, всю ночь разбирали завалы в этот аэродром. Мы стояли, наш дивизион, это стояв недалеко от аэродрома. Нойбай. И это американцы приобщились, и как ночь и разбивает взлетную полосу. А что, разбил все, самолеты не взлетают. И вот все, этих поднимаете, они сразу же начинают ровнять все. Какие тракторы обульдозировали? Ручки, лопатка и все. Говорит, мы не спали, не это. И утром пришли на занятия, осваивать технику. И для вьетнамцев, и для нас бытовые условия были, ну, мягко говоря, очень такие трудные. Это тяжелое климатическое условие. Жара и днем, и ночью. Безусловно, нехватка воды. Идешь, и дышишь, как рыба, вот так. Раз, раз, и не может на всей легене повитро, повитро вдыхнуть. А это, с этой стороны, очень тяжело было. Змей очень много. Это вообще. Вот это, вы говорите, в этот дот французский бежишь, а туда, а на всякие расстояния еще и под горку это самое все. Окопчики были такие индивидуальные. Я как-то не продавал значение, заглядываю в этот окопчик. Обязательно на две змеи там. Если взрыв, надо прыгать. Прыгнешь, тебя укусит. Или от бомбы погибли, или от змеи, что умирали. Півтора спалина, значит, конька, значит, обтянута такой москитной сеткой. Дивлюсь, значит, фен крутится, и такие ящерицы сантиметров 10-15 по потолку вас. Я говорю, где там швабра, чтобы их загнать? Хлопцы кажут, не трогай. Это наша Маша. А ты, говорит, подивися уважно. Я придивився, там же этих комарей. Дуже много. И так она подлазит, комара раз, раз, раз. Ого-го, думаю. Как только идет налет, сейчас я уже все это забыл, значит, по-вьетнамски идет по радио. Май-бай-ми, это, значит, американские самолеты летят, и вот от Ханоя они на расстоянии, там, 30 километров. Потом еще, там, 20 километров, потом 10 километров. А потом уже свет выключается, и вроде уже защита. Первые летят постановщики помехи. Когда полетели постановщики помехи, там сотни были, это самое. Как сыпанули они помехи, вот. За ними шли группы разведки, ударные. И так вот смотришь, и видишь только самолеты. Небо ничего не было. Все в небо, в разрывах. Ракеты летят оттуда, оттуда. Думаешь, как, чего они летят? Ракеты взлетали, и вот так, идут вот по такой плоскости. Думаешь, самолеты там летят, а они так. Но на каком-то этапе они раз, переключались, поднимались, и уже поднимались вверх. И слышу из-за облаков, где-то над облаками, рев груженных бомбировщиков. Ну, я думал, они полетят дальше, значит, выполнять бы задачу. А я, читая лекции, в это время начался грох, стали нас бомбить. Они сбросили на нас фугасные бомбы, а во втором заходе сбрасывали шариковые бомбы. Контейнер, который для нас был предназначен, не раскрылся. И он упал в метрах 70 от нас, не раскрытый. В этом контейнере находятся такие шарики, которые напечатаны шариками. И они взрывались над землей и разлетались, как дождь. Но они тоже придумали, такие делали колодцы. Вот. Пригали в эти колодцы, и вверх такой бетонный круг. Закрывались, и все. Они спасались от этих шариковых бомб. Они порядка десяти раз делали налет на нас в течение, может быть, десяти дней. Это не сразу было с перерыва. И мне непонятно дело, и трудно сказать. Но у меня сложилось впечатление, что они могли, и разведка все таки работала, они могли и наносить удары, чтобы уничтожить именно нас, нашу группу уничтожить. Это вот. Бомбы падали, фактически, в двух-трех метров, взрывы были и все прочее, и так далее. Когда было уж очень так тяжело, у меня был переводчик с интересной такой фамилией, Инка, на русский язык переводится как Чайка. Он видел, что я, так сказать, в таком состоянии, в каком-то сильно расстроенном, он говорил, Данти Бурнаш, успокойтесь, вот мы победим в войне, объединим Вьетнам с северным с южным, и пригласим вас, и вы вот увидите тогда, какая наша страна прекрасная. Значит, вьетнамцы один на один стремились не оставаться. По их законам они не следовали за связь иностранцам. Поэтому, если там два-три-четыре человека, вот тогда они могли о чем-то говорить. Но о войне речь не шла. Если ты что-то спросишь, как раз это с политикой и все, ничего и слова не слышишь. Они все были попереджены, вот, и они, ну таки были, они дисциплинованы были. Так, как им было, когда командир сказал, они ни крок ни влево, ни вправо. Мы сидели, они были линцом. А линцо, это означает русский. Там понятия не было, что ты в Украине, что ты в Беларуси. Там такое не было. Хотя все вьетнамцы и мирные жители, и дети, и военные к нам относились очень доброжелательно. Они прекрасно, они чуть ли не на руках носили. Это не я там заслужил, что я только проехал. Там были и наши летчиков много, был этот сам аэродром рядом. И зенитчики, вот, большие ракеты и так далее. Прекрасное отношение не понимали. Когда мы дали такое оружие, понимаем, обучаем. И они начали побеждать. У них повелась уверенность в победе. Предсказания моего переводчика, вот, как не удивительно. Видите, оправдались, так сказать. Вьетнам как бы победил американцев так или иначе. Соединил два Вьетнама, северный и южный. И даже выполнилось его третье предсказание, что значит приедете к нам и увидите, какая будет прекрасная страна. Вьетнамский город нас пригласил. И мы приехали туда и подивилися. Так, развитие за эти, нехай будет 40 лет где-то, но они досягли очень много. И в промышленности, и в строительстве, и в культуре. Вот, во всем. Какую же, так сказать, взвалил Вьетнам на себя, ну, ношу в том смысле, что проявлять вот такую, так сказать, благодарность тем людям, которые в тяжелое время для Вьетнама помогали ему. Как раз нас пригласили в Генштаб. И я поставил, поставил питание, как вы относитесь к россиян, к русским. Они говорят, ну, мы относимся к вас всех однако. Потому что и русские, и украинцы, и белорусы, вы нам помогли. Но мы вам желаем, чтобы у вас был мир. Это дипломатично, красиво было сказано. После закончения войны про нас вообще забыли, что мы где-то были. К сожалению. Я тогда был лейтенантом, я приехал и в личное дело посмотрел. Там написано СИПО, спецкомандировка. Даже не написано, где, в каком городе, что, и все. Я уже пришел туда, не отпускают меня, не отпускают, не отпускают. Принимают меня кандидатом в партию. Я говорю, еще подумать, потому что все. Как это оценить? Ну, не оценить, а чтобы до меня дошло все. Нет, принимаем. Все, и партия организации кандидатом дала. Но это не по моему желанию. Потому что я немного, как вам сказать, знал життя Западной Украины. Мой отец был направлен на работу в Западную Украину. Я увидел життя, сколько было в 1947 году. На певнице отправлено людей. Сколько постраждало. Война во времена, по сути, была справедливой. То есть, так же, как и в Украине. Вьетнамский народ, так же, как в Украине, боролся за свою независимость. Противник был уже силен у Вьетнама. И понятно, без помощи других стран победить его было невозможно. И, тем не менее, Вьетнам победил. Уроков, наверное, 8-10. 10. Еще снилось. Потом поступово, поступово, начало забываться. Сейчас, просто, дружина задает вопрос. Вот. Видит, что сейчас, как идут военные действия с Россией. Ну, я стараюсь обходить, чтобы этих поводов у меня не было. Ну, война хорошая, ничего нет. Хочется так сделать, чтобы это сон был. И все. В Вьетнамской войне, конечно, много фильмов есть в интернете. Но, в основном, показывают жестокость, бомбы, взрывы и все прочее. И так далее. Как бы на небо, надо больше показывать мужество вьетнамское тоже. Люди отдавали жизни, не жалели ни здоровья, ни это именно. И даже, в какой-то степени, горжусь, что вот мы там трудились, работали. И наш есть там помощь и труд. За что они, так сказать, нас и ценят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...